Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 19 июля. В эфире финверсия ТВ и рубрика ТОП-5 о наиболее значимых событиях, состоявшихся на уходящей неделе. На пятом месте новость о том, что Еврокомиссия не удалось доказать налоговые нарушения компании Apple в Ирландии. Второй по величине европейский суд отклонил предписание ЕС по поводу штрафа компании на сумму 13 миллиардов евро. Четыре года назад Еврокомиссия заявила, что американская корпорация извлекла выгоду из незаконной государственной помощи через два ирландских налоговых постановления, которые искусственно снижали ее налоговое бремя на протяжении многих лет. Правительство Ирландии, которое обжаловало решение комиссии вместе с Apple, заявило, что для всех было очевидно, что страна не уделяла особого внимания американской компании. Поражение Еврокомиссара и истца Маргреты Вестагер может отсрочить рассмотрение дел против сделок IKEA и Nike с Нидерландами. Вестагер, которая сделала налоговый надзор центральным элементом своего пребывания на посту, отметила, что тот же самый суд в прошлом году отменил ее требования о выплате Starbucks до 30 миллионов евро налогов за деятельность в Голландии. Четвертое место мы решили отдать публикации о том, что Евросоюз создал собственную облачную платформу. Две крупнейшие экономики Евросоюза надеются, что их проект GAIA-X станет ответом на добинирование американских и китайских компаний в индустрии облачных вычислений. Amazon, Microsoft, Google и Alibaba являются основными мировыми игроками в сегменте облачных решений. Политики Старого Света обеспокоены своей зависимостью от технологических компаний, ни одна из которых не является европейской. Правительство волнует, что в 2018 году в США вышел указ, обязующий американские компании передавать данные Вашингтон, даже если деятельность ведется в других странах мира. Германия и Франция обеспокоены тем, что данные европейских граждан утекают за океан. Франко-немецкий проект GAIA-X направлен на обеспечение безопасной инфраструктуры для передачи информации. Его главный принцип заключается в том, чтобы позволить европейским странам стать цифровыми суверенными государствами. Эта концепция стала особенно актуальной в последние годы и может усложнить европейский бизнес технологических гигантов из США и Китая. Третье место нашего рейтинга занимает план Бена Бернанке по спасению экономики США. Он считает, что самое важное – это оказать помощь штатам и местным органам власти. Бернанке сказал, что с падением поступлений в казну процента от налога с продаж и подоходного налога в период пандемии многие штаты столкнулись с огромным бюджетным дефицитом. Это может вынудить власти значительно сократить предоставление основных услуг, спровоцировав снижение рабочих мест. Бернанке утверждает, что пакет стимулов, принятый в начале 2009 года с целью восстановления экономики после Великой рецессии, был частично подорван потерей рабочих мест в государственных и местных органах власти. Демократы настаивают на пакете, который обеспечит федеральную помощь в размере 1 трлн долларов штатам и местным органам власти. Республиканское руководство в Конгрессе еще не одобрило такой пакет. Напомним, что Бен Бенранке – республиканец, бывший главный экономический советник президента Джорджа Буша-младшего и бывший глава ФРС. Китайские потребители сдерживают рост экономики. Так звучит заголовок новости, которая находится на втором месте топ-5. Экономика Китая вернулась к росту во втором квартале после глубокого спада в начале года, но низкий уровень внутреннего потребления подчеркнул необходимость дополнительной политической поддержки. Азиатские фондовые рынки и китайский юань упали, отражая проблемы, нависшие перед второй по величине экономикой мира. Сегодня Пекину приходится бороться с кризисом коронавируса и обострением отношений с Соединенными Штатами Америки в вопросах торговли, технологии и геополитики. ВВП Китая вырос на 3,2% во втором квартале. Это выше, чем прогнозировалась аналитиками Reuters. Однако этот рост остается самым слабым за всю историю, последовав за резким падением на 6,8% в первом квартале, худшим за последние почти 30 лет. Не добавляет оптимизма и тот факт, что китайские потребители пока держат свои кошельки плотно закрытыми. Жители КНР все еще переживают кризис с точки зрения потребительской активности. На первом месте рейтинга новость о том, что мировой корпоративный долг в 2020 году может вырасти на 1 трлн долларов. Компании по всему миру могут суммарно привлечь до 1 трлн заемных средств на фоне попыток укрепить свое положение во время пандемии. Если данный прогноз сбудется, рост совокупного глобального корпоративного долга увеличится на 12% и составит около 9,3 трлн долларов. В результате долг ряда компаний будет соизмерим с аналогичным показателем некоторых стран. В прошлом году также наблюдался резкий подъем займов, вызванный слияниями и поглощениями, а также заимствованиями для компаний для финансирования выкупа акций и дивидендов. Но в этом году скачок произойдет по совершенно другой причине, поскольку вирус ударил по прибыли практически всех отраслей. Компании активно использовали рынки облигаций в период с января по май. В марте долговые рынки закрылись для всех, кроме наиболее надежных компаний. Но позже стали вновь доступны благодаря чрезвычайным программам покупки корпоративного долга от мировых финансовых регуляторов. Американские компании задолжали почти половину мирового корпоративного долга. Последние пять лет в стране наблюдался самый быстрый рост экономики, за исключением в Швейцарии, которая удержала лидерские позиции за счет крупных сделок M&A. Частные инвестиции 2020. Планы на осень. Познакомиться с результатами тех инвестиционных идей и решений, которые были озвучены ранее. Услышать прогнозы по курсам рубля и доллара, золоту и нефти. Сориентироваться в доступных рынках и инструментах. Понять, какой уровень доходности достижим сегодня при активных инвестициях. Выбрать свой стиль инвестиций до конца 2020 года. Составить собственный план и архитектуру активных инвестиций на 2020 год. Открытый инвестиционный вебинар Яна Арта на канале Финверсия. 22 августа в 18.00 по Москве. Евро-доллар вырос на прошлой неделе к уровню сопротивления 1,1425. Котировки достигли максимального значения с середины марта на фоне падения курса американской валюты. Казалось, что после заседания Европейского центра банка в четверг пара развернулась и завершила этап роста. Но уже в пятницу котировки снова укрепились. Европейский центробанк, как и ожидалось, сохранил текущий уровень процентных ставок и не стал менять объем покупки ценных бумаг, который составляет 1,35 трлн евро до конца июня 2021 года или до завершения кризиса. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор может применить дополнительные меры стимулирования денежно-кредитной политики в любой момент, если потребуется. Впрочем, это стандартная формулировка, которая вряд ли обеспокоила участников рынка. Намного более интригующим стало заявление Лагард об увеличении рисков и о новом замедлении инфляции в ближайшие месяцы. Рост потребительских цен в еврозоне стремится к около нулевым уровням в последнее время, и дальнейшее падение неизбежно приведет к новым мерам смягчения монетарной политики. Именно поэтому курс единой валюты снизился сразу после пресс-конференции руководства Центробанка. В Данске банк отмечают осторожный оптимизм Кристин Лагард и отдельное упоминание высокого уровня неопределенности восстановления экономики. Заседание Европейского Центробанка обеспечило ясное понимание, что основной сценарий регулятора связан с полным использованием объема программы экстренных покупок при пандемии на 1,35 млрд евро. Лагард несколько раз похвалила успех операций по предоставлению ликвидности, и осторожная оптимистичная оценка заставляет аналитиков Данский банк сделать вывод, что стимулы ЕЦБ или изменение формы его инструментов не будут обсуждаться в ближайшей перспективе. Лидеры Евросоюза в выходные договорились о том, как поднять экономику своих стран, пострадавшую от пандемии. По инициативе Франции и Германии Еврокомиссия предложила занять для этого на рынках капитала 750 млрд евро. Основными бенефициарами должны стать Италия и Испания. Нидерланды не одобрили такую схему на том основании, что она затрагивает интересы их налогоплательщиков. Представители страны также выступают за то, чтобы выдавать не гранты, которые не нужно возвращать, а кредиты, и увязать такое финансирование с экономическими реформами. Еврокомиссия предлагает разделить фонд восстановления на 500 млрд евро грантов и субсидий и 250 млрд кредитов. В субботу Совет ЕС предложил сократить безвозвратную часть с 500 до 450 млрд. Разница в 50 млрд приравняется кредитам. Это сделано для того, чтобы добиться согласия Нидерландов. На изменения положительно отреагировали в нидерландском дипломатическом сообществе и назвали их серьезным шагом в правильном направлении. Тем не менее, многие вопросы остаются на повестке дня. В частности, разногласия сохраняются по вопросам распределения средств и контроля затратами. Если страны смогут договориться по поводу фонда, евро получит дополнительную поддержку. Во время пандемии серьезно усилились противоречия между разными странами ЕС, которые привели к росту геополитических рисков вплоть до распада Союза. В случае соглашения единая валюта может продолжить рост против доллара существенно выше текущего уровня локального сопротивления. Фунт доллар снизился почти на 100 пунктов на прошлой неделе и достиг отметки 1,2555. В последнее время у фунта нет сильно направленной динамики, и пара торгуется в достаточно узком диапазоне около уровня 1,25. По мнению валютных аналитиков из UOB Group, пара продлит фазу консолидации между отметками 1,2470 и 1,27 в краткосрочной перспективе. В банке видят пространство для снижения курса британской валюты, но любое ослабление, вероятно, будет ограничено тестированием уровня 1,25. В ближайшие 2-3 недели диапазон может расшириться до границ 1,2470 и 1,27. По мнению главы Банка Англии Эндрю Бейли, финансовые рынки указывают на то, что процентные ставки останутся очень низкими. Регулятор стремится поддерживать стабильность путем количественного смягчения. На своем последнем заседании Банк Англии оставил объем программы покупок ценных активов без изменений. Но участники рынка не исключают, что уже в августе ситуация изменится. По мнению представителя комитета по денежной политике Сильваны Тенрейру, рост ВВП Великобритании восстановится в третьем квартале текущего года, но ожидаемая V-образная траектория восстановления экономики окажется неполной и прерывистой. По мнению Тенрейру, необходимо еще сильнее смягчить денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю 2%. По этой причине сама Тенрейру проголосовала за увеличение программы покупки облигаций регулятора на 100 млрд фунтов стерлингов на прошлом заседании. Одна из основных причин слабости фунта против уязвимого доллара во многом связана с ожиданиями расширения программы количественного смягчения. Банком Англии. Вероятно, с приближением встречи в августе курс британской валюты будет испытывать все большее давление. Определенную поддержку фунту на прошлой неделе оказали макроэкономические данные из Великобритании. Индекс потребительских цен в июне вырос на 0,6% и оказался выше прогнозных данных. Уровень безработицы остался без изменений, хотя ожидалось падение, а снижение средней заработной платы оказалось не настолько драматично. Учитывая позитивные данные, небольшое снижение курса британской валюты можно трактовать как временный успех на фоне глобальных проблем, связанных с глубоким падением ВВП в 2020 году и безуспешными переговорами с Евросоюзом по поводу торгового соглашения. В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем коррекционное снижение евро-доллара к уровням 1.1415, 1.14, 1.1375, 1.1350 и 1.1300. По фунт-доллару ожидаем падение актива к отметкам 1.2530, 1.2500, 1.2470, 1.2450 и 1.2400. Информационный портал finversia.ru – финансовая версия происходящего в мире экономики. Ждем ваши комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok